Да, как уже было сказано, меня зовут Даниил Лапанасенко, я главный редактор журнала «Украинская урбанистика-1». Вот он, этот журнал. Сегодня мы затронем такие темы, как режим работы на карантине и после него, изменение требований к проектам ввиду возможного введения дальнейших карантинов на регулярной основе, а также поговорим о том, что может ожидать рынок недвижимости Украины в будущем. Итак, позвольте мне представить наших спикеров. Сегодня мы будем общаться с Влад Казотовым, городским планировщиком Бюро и инициативной архитектуры GA, Gypsy Architect, Анна Искерда, соосновательница проектно-архитектурной организации AIM, Андрей Антоненко, CEO UVT Group, Андрей Войтко, основатель AVG Group, и также Ольга Тадай-Романчикова, основатель Huawei Pro, и Андрей Ваврыш, CEO Saga Development. Ольга и Андрей присоединятся к нашей дискуссии буквально уже через 15 минут. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Я предлагаю начать наше общение. Анна, я хотел бы начать с вас. Позвольте задать вам вопрос. В каком режиме проходит у вас работа во время карантина? Стало ли проблемой для вас переход на удаленку? Возможно, понизилась ли продуктивность? Расскажите о том, как у вас сейчас проходит работа в данных условиях. Давайте по очереди. Сейчас мы уже вернулись полностью в полноценный рабочий режим. У нас там буквально двое коллег остаются работать удаленно. А так вернулись, и слава богу. Я очень удивлюсь, если кто-то скажет о том, что переход на удаленку кому-то стал кайфом из присутствующих, особенно руководителей. Было ли дискомфортно? Конечно, первую неделю, наверное, полторы. Это был такой прям интересный эксперимент. Но потом достаточно вторая неделя. Знаете, гнев, принятие. Какие там бывают разные этапы. Но, в принципе, под конец второй недели уже принятие пришло. НДС достаточно быстро перестроились. То есть у нас, наверное, процентов 30 людей оставалось работать в офисе. Это касается менеджерского состава. То есть главного архитектора, конструктора. Топ-менеджмент, который максимально со всеми взаимодействует. Ну, как бы со всеми мерами предосторожности, масками, антисептиками, держанием дистанции и так далее. Ну, в принципе, пережили. Я думаю, что если будет второй заход на карантин, я думаю, что все уже будут абсолютно нормально к этому относиться. Хорошо, спасибо. Ольга, а я хотел бы задать теперь вам вопрос, что касается динамики по количеству заказов, по количеству запросов на поиск архитектора. Вот сейчас на карантине. Какая динамика прослеживается? Здесь все просто. Здравствуйте всем. Из-за упала количества заказов. Первое время, наверное, для всех был шок, потому что никто не знал, сколько это продлится. Все-таки дизайн, ремонт — это не покупка хлеба, и поэтому есть смысл попридержать, да, сбережения. Что мы видим сейчас? Люди стали больше проводить времени у нас на сайте, количество там минут. Они стали читать блог, они стали смотреть галерею. Они по-прежнему выбирают специалистов. Заказов однозначно стало меньше. В разы. И, что важно, они стали, как говорят, меньше чек, да. Если раньше заказывали квартиру, дом, мы видим, переделать кухню, а потом я пойду в другую комнату, или сделайте мне террасу. То есть люди готовятся, наверное, вдруг будет следующий кризис, и нужно, как и сейчас, облагородить свой дом. Очень много заказов, которые были. Вот давайте я подожду, вот как кризис закончится, что будет, как будет, тогда и поговорим. Такое историоотложное место. А каким вы видите дальнейшее развитие ситуации? Какие нам ожидать изменения на рынке? Ну, сложно сказать. Я же, я, наверное, сейчас все у нас футурологи, каждый может давать свой прогноз, и, вероятнее всего, каждый прогноз будет неверным. Могу сказать, что мы увидели, в это время мы очень много усилий посвятили разговорам с заказчиками, с архитекторами, с клиентами нашей платформы, для того, чтобы понять, как видят они ситуацию, что видят они. И, наверное, общее с обеих сторон в том, что, наверное, люди хотят меньше красоты, больше технологических решений, каких-то эргономичности в процессах. Естественно, они становятся более требовательными, несмотря на то, что маленькие изменяются. Мне кажется, и, я бы так сказала, планировка. Я давно уже не видела кладовых в квартирах, особенно небольшие квартиры. Да, сейчас люди говорят, а где я буду хранить свой стратегический запас? Очень много говорят, боже мой, у меня хотя бы квадратный метр травы, чтобы я вышел, подышал свежим воздухом. И поэтому, мне кажется, что люди будут искать дома, ну, в любом виде, планхаусы какие-нибудь, дуплексы, что угодно. То есть, многих напугала квартира. Это вот исходя из тех опросов, которые мы сейчас проводим. А что будет с нами? Ну, как, все зависит от нас. Вопрос не ситуации, а нашего отношения к ней. Спасибо. Вот по поводу требований к проектам, новых требований, хотел бы передать эстафету Андрею Войтко. Андрей, я помню, ну, я изучал материалы, и на одной конференции вы говорили о растущем запросе на полифункциональные объекты. Действительно, мы прослеживаем динамику, которая заключается в том, что монофункциональные объекты сейчас отходят на второй план. Я думаю, в результате карантина мы повторно убедились в том, что полифункциональные объекты нужны. Но в то же время мы имеем негативный опыт фаланстеров, домов коммун, домов переходного типа Гинсбурга, конструктивистских этих концептов, и той же марсельской единицы Корбюзье. И вот я предлагаю о последней поговорить поподробнее, потому что на самом деле, на первый взгляд, это объект, в котором есть все, чего нам так не хватает на карантине. Это магазины, это рестораны, это эксплуатируемая кровля с беговыми дорожками. Поделитесь своим взглядом, в чем же была неудача марсельской единицы в ее полифункциональности, которая не использовалась, и как не повторить этих ошибок в сегодняшних объектах, чтобы они остались актуальными? Данил, спасибо за вопрос. Всем добрый день, коллеги. Очень рад всех видеть на сегодняшнем мероприятии. Относительно полифункциональности марсельской единицы и в целом объектов, которые несут большое количество функций, помимо живой, могу сказать следующее, что так или иначе этот тренд повсеместно, как мировой тренд, он будет и дальше развиваться со всеми пробами и ошибками, которые есть на сегодняшний день и в том объекте, о котором ты говоришь, и на других объектах, которые есть и в Украине, и за территорией нашей Родины. Но само определение, что гомо-сапиенс, человек не хочет терять большое количество времени, единиц времени на передвижение с точки X, с точки Y, для получения обычной какой-то ежедневной функции, неважно, это функция какого-то коворкинг-пространства или функция переговоров, или функция встреч, которую половину мы с вами перевели уже в Zoom, или в Skype, или в WhatsApp на сегодняшний день, мы даже не едем никуда для того, чтобы это сделать, ну, в этой всей ситуации, в которой мы живем. Полифункция как такой вот кондоминиум, в котором можно жить, работать, отдыхать, совершать покупки и заниматься спортом, так или иначе этот тренд будет существовать. Мне тяжело дать комментарий по тому проекту, о котором ты сказал, в чем же и по какой причине существует неудача или коммерческая неэффективность данного объекта, но по поводу тренда, так или иначе он существует, он стойкий, он во всех регионах планеты, и как бы так или иначе будет там в конечном итоге планета состоять из 300 основных гипергородов, или будут отсутствовать границы, будут стерты какие-то единицы измерения в виде денег бумажных, а все перейдут на какую-то одну моновалюту. И будет ли вот эта глобальная история развиваться? Я считаю, что да. По поводу того объекта, о котором сказал ты, мне сложно отметить, по какой причине это произошло. А как вы думаете, вот помимо полифункциональности, какие требования станут таким мастхевом, возможно, вот после этой пандемии? Ты знаешь, вот я сейчас обратил внимание на несколько трендов, допустим, если мы раньше объединяли блоки, входные группы с точки зрения логистики и передвижения на объектах, то на сегодняшний день, даже элементарно, например, когда лифтовой блок, и одна зона лифтов работает на апартаменты, вторая зона лифтов работает, допустим, на вход в бизнес-центр, уже запрос от клиентской среды. А давайте мы их развернем, чтобы с одной и с другой стороны эти потоки мы запускали в разные стороны. То есть идет, конечно, желание рассредоточить потоки. Если раньше мы объединяли, соединяли, то на сегодняшний день и коэффициенты полезной площади, из-за того, что необходимо, скажем так, какие-то есть тренды, связанные с дистанцией, ну не тренды, а пожелания застройщиков, девелоперов, и мы, в принципе, их поддерживаем. По поводу размеров, увеличения мопов, это приводит, в свою очередь, к занижению продажного коэффициента. Но существует такая тенденция. Также хотел сказать в двух словах еще по поводу квартирографии. Последние годы был большой запрос на минимизацию габарита размеров. Если это про того же Ликар Бузье, я вспоминал сегодня про какое-то золотое сечение с точки зрения эргономики пространства, что минимальные, минимальные, минимальные юниты помещений. На сегодняшний день я смотрю по тем объектам, которые сейчас в работе, помещения, их количество, их габариты, размеры уже не минимизируют, так скажем так. Уже есть потребность и желание, наоборот, на некоторых объектах мы пересматриваем в сторону увеличения сами объекты и в виде квартиры, какие движутся. Ну, в двух словах. Друзья, к нам присоединился Андрей Вавреш, CEO of Saga Development. И мне хотелось бы передать сейчас дальше эстафету Андрею, коль скоро мы заговорили о жилье. Жилье — это своеобразный, в принципе, отпечаток человеческого быта. И однозначно после пандемии каким-то образом наш быт должен измениться. Андрей, я хотел у вас спросить, как вы думаете, насколько сильно могут вот эти вот регулярные, возможно, введения карантинов изменить человеческий быт? И как следствие, как сильно и в какую сторону может измениться жилье, требования к жилью и как результат конечный продукт. Видимо, мы еще ждем Андрея Вавреша. В таком случае... Я с вами. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Прошу прощения, одну секундочку. Добрый день, Андрей. Буду вам прощать, Санкт-Петербург. Здравствуйте, во-первых. Я прошу прощения, тут параллельно еще один компьютер. Давно не видел уже каждого. Ну, я не знаю. В принципе, тема, которую вы поднимаете, она, конечно же, она, конечно, глубока. Да, и очевидно, мы все почувствовали воздействие на нас коронавируса. И вообще, в принципе, это пошатило многие устоявшиеся правила того, каким образом мы должны жить, какими принципами должны формироваться там наша повестка дня ежедневных. Очевидно, это заставило нас в чем-то испугаться, в чем-то задуматься. Но мне кажется, что это пересмысление, которые выводы, по которым мы сейчас ожидаем, чтобы они стали очевидными на данный момент, прямо сейчас оно еще не произошло. Потому что, ну, так устроен человек, что он, в принципе, очень реакционистически настроен. То есть он реагирует на вызовы, которые прямо в данный момент стоят перед ним. И только потом, на подкорке, на подсознании, постепенно начинает пересмыслать то, что его, в принципе, на самом деле волнует. Очевидно, что это дело имеет более широкое воздействие на нас, чем просто санитарные какие-то требования к большему объему жилья или общественных частей наших апартаментов, квартирах, домах. Это, как бы, вроде как такая ожидаемая часть. Но то, что подобный кризис породил другое отношение к рабочему месту, которое может быть в том числе дома, к тому, что человек, в принципе, может эффективно работать в нескольких отдельных системах. То есть он может работать с одной компанией, с другой, с третьей. То есть он может выступать большими реформуляциями. Эти вещи, очевидным образом, тоже будут воздействовать на нашу жизнь и работу. С одной стороны. С другой стороны, очень много, скажем, вопросов возникло, связанных с эффективностью функционирования бизнеса и рабочих мест. У нас, мы все время тяготеем к такому, к возврату в Советский Союз и социализму, к тому, что государство что-то нам должно отдать, что-то должно подарить. Мы обязательно с тем, что они нам подарят или отдадут, должны требовать, ведь это наши права отдать и нам. В чем они заключаются и каковы они, мы тоже этого не знаем, но у нас очень много недовольства, когда нам этого не дают. Поэтому, если нам кажется, что что-то не так, мы обязательно требуем, чтобы кто-то это отдал. А вот в этом отношении этот баланс между рабочими местами и взаимные обязательства, например, общения перед бизнесом, бизнеса перед общиной, эта тема тоже, мне кажется, претерпеет изменения. Потому что, оказывается, рабочие места нужны. И, оказывается, нужно думать не только о том месте, где можно поспать, посидеть, нужно и о том месте, где можно зарабатывать, где нужно жить. И, в принципе, мне в целом кажется, что вопросы, которые мы подняли в процессе дискуссии, они, наверное, не выходят за рамки тех 17 целей ООН, которые поставлены как ориентиры для устойчивого развития городов. Я думаю, что мы все-таки находимся все в той же системе координат, просто она стала более очевидной и более важной при планировании, реализации проекта координат. Мне кажется, что какие-то не очень важные дискуссии отходят на второй план, но все-таки мы все больше и больше понимаем, что есть важные вещи, а есть сопутствующие. И вот этот наиболее важный вызов, который, мне кажется, в данный момент перед нами прозвучит, он сведется к тому, какими, собственно говоря, темпами и как мы собираемся развиваться. То есть мы собираемся законсервировать свое развитие, остановиться на месте или пытаться выгрынуть из себя, модернизировать город, модернизировать свою жизнь. Я когда-то читал какого-то, это наша, но и Харири, да, он очень такую хорошую историю писал, что общество, у которых очень большой объем модерна в жизни, да, то есть которое профессионально-модернистское во всех аспектах своей деятельности, в нем запрос на сохранение самоидентичности возрастает. Ну, это как пример такой хороший, как, грубо, в селе Макдональдс самый модерниз, ну, скажем, в маленьком городе Макдональдс самый прогрессивный ресторан, да, с другой стороны, местной кухней там никого не удивишь. Киеве же все с точностью наоборот. То есть Макдональдс, это, конечно, хорошо, да, все нормально, но все мы ищем какую-то аутентичную, какую-то местную, локальную, либо локальную, ну, даже привезенную, но тем не менее аутентичную какую-то историю. То есть мы все время, двигаясь вперед, мне кажется, чем больше мы будем набирать эти обороты, а мы их будем набирать, потому что кризис показал в том, что выживают только сильнейшие и нет точки, в которой ничего не происходит. Нужно двигаться вперед и понимать, что ты, стоя на месте, все время будешь опаздывать. И мне кажется, что сейчас вырастут все больше акценты в вопросах выразительности, в вопросах сохранения культурного наследия, не их консервации для уничтожения, а именно хороших, качественных приемов с помощью эклектики, объединения старых и современных подходов в работе с архитектурой. Они будут более, скажем, востребованы на данный момент, но тем не менее это будет большей ценностью. Скажем, я уже вижу большой тренд, большое количество покупателей разных аутентичных компаний, в том числе которые рискают по рынку и купить какое-то старое здание, чтобы его реставрировать и туда въехать. Это вообще прекрасно. Еще несколько лет назад такого в принципе не было. Поэтому аутентика, модернизм, репрессивность, современные технологии, экология жизненной среды, приоритет комфорта функций, комфорта жизни человека, то есть это как раз к многофункциональным объектам прежде всего. Это акценты на аутентику, на личные связи, на общение человека. Все, что нужно вписать в эти понятия, мне кажется, сейчас стали более остры, и мы как бы воно тоже должны находить ответ на эти запросы. В общем, все больше верю в силу человеческого творчества, все больше верю в силу тяги к прогрессу, и все остальное будет хорошо. Спасибо большое. Хочу задать вопрос Андрею Антоненко. Андрей, как вы думаете, вот результаты пандемии, могут ли они повлиять на те строительные нормы, которые мы на данный момент имеем, возможно, на разделы по инсоляции или же по аэрации? Увидим ли мы изменения в строительном законодательстве? Добрый день. Ну, конечно, увидим. Если уже пошли изменения, то они, естественно, шаг за шагом начнут изменяться где-то в других, но отражаться в нормативке. В первую очередь это отражается уже в иностранных нормах и требованиях, которые сейчас, например, уже происходят за границей, они происходят там быстрее, чем у нас, и однозначно это добежит и к нам. То есть вопрос только времени. Регламентов за границей уже очень много. Я не знаю, как у нас на стройплощадках делается, но за границей очень четкий регламент по открытию устроек, которые стояли несколько месяцев, и это все уже где-то в чем-то отразилось. То есть отразится ли это в ДБНе, ну, имеется в виду, но там это, наверное, никак не относится к самой стройчасти. А процедур будет много, какие-то будут. А изменения в ДБНе какие могут быть? Мы там все про дома говорим, как там поменяется, как будет жить человек по-другому. Конечно, как-то будет меняться. Тут интересно, что будет с кинотеатрами, например, или с обычными театрами. То есть в каком расстоянии они будут сидеть? Изменения будут в офисных помещениях. И они уже есть, потому что эти нормативы там и в Гугле, и, например, на Фейсбуке, или еще где-то, они точно уже прописываются. Много строек могут, ну, наверное, какие-то объекты остановлены, потому что будет идти пересмотр расстояния между посадочными местами, как будут конференц-залы по-другому оборудоваться. Но эти нормативы, они сначала еще отработаются где-то там, а потом уже добегут к нам, потому что навряд ли мы что-то новое выдумываем. У нас никого, да и нет, чтобы кто-то выдумывал и сразу вносил эти изменения. Ну, как бы так. Ну, а вот как вам кажется, какие основные появятся новые требования к проектам, вот помимо требований к эксплуатации, к рассадке людей, например, в театрах или кинотеатрах, какие вы предвидите, вот, то, что у нас будет в будущем изменения в нормах, какие вы бы предвидели сейчас, как вам кажется? Ну, смотрите, они уже, в принципе, есть. Вот то, что мы сейчас делаем, вот мы по аэропортам занимаемся, в том числе у нас есть, и уже есть нормативы и по офисам в том числе. Например, однозначно будут стоять инфракрасные камеры, которые считывают температуру одновременно, передают на сервер, и при проходе сразу можно определить температуру человека и остановить его, чтобы это было в автоматическом режиме. В Китае, например, стоят всюду рамки на проходах, где человек, проходя через рамку, он сканируется, и там сразу выдается какая-то информация в систему, плюс его меряют отдельную температуру. Это такая минимальная часть. Это рамки, это где-то первое сканирование. Второе, серьезные изменения будут касаться, которые повлияют, скорее всего, на все. Это бесконтактная передача информации. Например, вы проходите в магазин, торговый центр, в аэропорт, то есть уже не будет так, что ты передал документы, тебе вернули какой-то талончик. Скорее всего, в ближайшее время это все изменится на полностью бесконтактный прием. То есть нужно будет передать электронный вид паспорта, либо отсканировать паспорт самостоятельно, для того, чтобы не было, ну понятно, чтобы не было передачи каких-то БЦУ. Первое. Второе, появятся, и они уже появляются, это защитные экраны перед всеми рецепшенами, для того, чтобы не было попадания, ну передачи, прямой передачи капельным путем. Вот. Это, ну, наверное, минимум, который будет. Что-то я сейчас, кстати, выписывал. Расстояние между людьми, ну понятно, там будут какие-то указатели на полах, и всюду на стенах, которые и так появляются очень много, потому что много указателей есть по требованию инклюзивности. Еще их будет больше, учитывая то, что нужно будет еще как-то там стоять в очередях, рассредотачиваться. Это, кстати, будет влиять, наверное, на пропускную способность. И на сам объем помещения. Потому что, если, например, неподвижная очередь считалась 4 или 5 человек на квадратный метр, неподвижная, то, наверное, сейчас будет, это все будет растянуться намного, намного дальше. Вот. Это касается не только, это и ТРЦ в первую очередь. То есть вот такие требования, наверное, и к торговым центрам подходят, и вообще к офисным, как всему. Что-то, наверное, произойдет сходными группами, хотя бы, ну, эвакуация, да. Тут надо, ну, вот эти вот минимальные вещи, наверное, в ближайшее время сразу нас посетят. Вот. А что дальше? В любом случае, они же рассматривают не только сейчас борьбу с теперешним вирусом. Это упреждение тех возможных ситуаций, которые будут возникать с любым вирусом. И я думаю, что этот ведет себя сейчас в таком состоянии, так передается воздушно-капельным путем, другие вирусы могут передаваться по-другому. Поэтому требования тоже вырастут, еще будут изменяться. А, еще одно из требований, какое есть, это разделение систем вентиляции, например, и инженерных систем, и обеззараживания систем. Например, если системы с реферкуляцией точно будут, наверное, стоять, ну, 100% будут стоять дополнительные ультрафиолетовые лампы, то, что применяется в медицине, однозначно разделение между прибывшими, например, людьми в аэропорты, скорее всего, вообще будет карантинная зона разделена в другую, выделена не просто в аэропорт будет попадать, а в отдельную часть. Ну и так дальше. То есть, какие мероприятия будут. Спасибо большое, Андрей. Друзья, к нам присоединился Влодка Азотов, городской планировщик, Бюро инициативной архитектуры GA, Gypsy Architect. Влодка, я хотел бы вас спросить, в свою очередь, о том, как же поменяется городское пространство, на ваш взгляд, после пандемии, как поменяется его роль в жизни человека, переосмыслим ли мы его, и вообще, чего ожидать дальше от города. Мы вас не слышим. Влодка, вам нужно включить микрофон. Слева. Всем привет. Чуэто, мадан. Чуэмо вас. Добрый день. Дуже добре. Погоджуюсь с Андрієм Вавришем, что занадто мало часу пришло для того, чтобы делать какие-то швидкие висновки. Но, тем не менее, что-то уже зрозумело щодо планувания міста, например, и планувания публичных просторов. Например, очень интересный, яскравый пример это была остановка гражданского транспорта в Киеве, которая, в основном, для меня показала два момента. первое, это она показала социальную нерівность в доступе до инфраструктури обслуговывания, так, когда остановился транспорт, просто значная часть людей мусила користоваться такси або сидеть на своих районах. То есть, что это говорит? Это говорит, в первую очередь, про то, что мы маем переглянуть принципы планувания мист, украинских и Киева, в том числе, и все же таки повернутися до идеи компактного миста, так званого, и смешаного использования, так, и создавать такие умовы, чтобы в разе зупинки громадского транспорта людина мала в радиусе пішохідной доступности доступ до всех базовых благ цивилизации, что она могла на районе працювать, отдыхать, заниматься спортом, делать шопинг, ходить на рынок, и так далее, и так далее, и так далее. На жаль, сейчас Киев развивается абсолютно по другому принципу, это можно увидеть в проекте генерального плану, который был представлен, то есть идеи 40-летнего давности про некомпактное автомобилеоцентричное место. Что еще показала зупинка громадского транспорта? Она показала, что в публичных просторах уже мает больше значения так звана мала мобильность, и я думаю, что, напевно, это пріоритетный направление развития транспортной инфраструктуры Киева, когда люди могут пересуватися ровером, самокатом и так далее. И, соответственно, это вызывает вопросы о переобладнании публичных просторах, влаштовании каких-то дорожек, по которым можно и гироскутером ездить, и ровером одночасно, и самокатом. И инфраструктура, которая с этим связана, парковать, миск зберегания, зарядных станций, то что. Это самое, например, относится, трошки залезу на церину Андрія Вавриша в житловые будинки, это самое касается и жительных будинок, и прибудинковых территорий, когда абсолютно точно зрозумяло, если мы развиваем малую мобильность, мы должны обеспечить для этого все условия и на уровне подвижения, на уровне будинка. Это, что касается города, и что самое интересное, я хотел остановиться на пабликах, так называемых публичных просторах, это подвижения, улицы, площадки, то, это типология, которая вызвала уменьшить социальную дистанцию между людьми и провокировать коммуникацию, и теперь мы стыкнемся с таким викликом, что типология должна оставаться, но социальная дистанция должна 增аться. И понимание, например, что если мы все-таки развиваем человеку центральное место, то и дотримуемся социальной дистанции в всех процессах, которые происходят в городском просторе, то мы уже не можем ходить, как раньше, так, мимо тримать дистанцию, не можем делать шопинг, как раньше, можем в офисе работать, как раньше. Если очень просто сказать, нам теперь для всех процессов нужно больше места. Питание возникает, где взять больше места для хитников, чтобы можно было ходить вольно, где взять больше места для велодорожек, и так далее, и так далее, для кафе, где взять больше места, если мы ставим рідко столики, для зупинок, где люди так же мают ожидать транспорт, дотримаясь и так далее. Я думаю, что ответ на вопрос очень простая. У Киева очень большой ресурс публичный простор, которого раньше не было на месте дороги или парковки. Каким образом, в общем, мае выглядеть детский майданчик в условиях пандемии. То есть мы будем весь час стыкаться с какими-то вызовами, я так думаю, и мы очень аккуратно будем решать эти вопросы. Я думаю, что ДБН реально за этой ситуацией стыкаться не будет. Вот, и тут питание того, что это питание выживания, фактически. И нам доводится або очень быстро изменяться, або мы не выживем. Ну и чего еще хотелось бы торкнуться. Но с пабликами есть один оптимистичный момент. Мы знаем, что в пабликах при дотримании социальной дистанции, фактически, передача шансы передавать вирус меньше, чем в закрытых помещениях. Это очень позитивный момент. То есть, с одного боку, можно было бы сказать, что хорошо, что все сидят дома, и так бы было, мало бы быть. Но, с другой стороны, мне кажется, что здоровее перебиваться в публичных просторах на свежом воздухе, с дотриманием этой дистанции, чем сидеть дома. Ну и, понятно, что нам придется, напевно, объяснивать какие-то новые правила, поводжения в пабликах, и какое-то новое значение будет иметь ознакомление и навігация. То есть, маркувание на остановках, в магазинах уже маркувание появилось. Вот какие-то тимчасовые обмеживания, например, которые будут выживать проезжую частину для того, чтобы, например, пропустить роверистов и скутеристов, и так далее. Дуже интересная типология подвижения, я думаю. Есть потенциал в Киеве, очень значный. Мы знаем, что микрорайонная забудова, она имеет проходные подвижения, где больше, так? С квартальной исторической забудовой все окей, она имеет четко окресленный периметр. Про что идется? Идется про то, что, я думаю, что комьюнити, окременные коллективы дворей захочут обеспечить свою безопасность, не пускать какого-то стороннего и так далее. И возникает вопрос, каким образом это делать в микрорайонах. Особенно мы знаем, что в Киеве очень ширина многопроверховая забудовая, так, высотная. И, естественно, что, например, даже если ты имеешь подвижение, то если все пользователи вийдут в подвижение, то социальной дистанции дотриматься не выйдет. Но мы имеем потенциал, мы имеем плоские дахи, и, возможно, это спровокирует вообще переобладнание подвижения на дахах, как вариант. Або, вообще, например, Андрей Вавриш начнет строить высокопроверховки, в которых через каждые пять поверхов, например, у людей будет свое подвижение. Тоже, возможно, такая история. Вот, до речи, думаю, что дистанционная доставка будет... Ну, на шесть сходом, каждые шесть, на каждые пять дней. Каждые шесть, окей. В Киеве малопроверховая забудовая, это девять. Окей, окей. И думаю, что будет развиваться доставка, и ближче, например, четыре-пять лет, мы уже, напевно, побачим дрони, которые будут приносить людям доставку. И, возможно, я не знаю, на балконах появятся какие-то кошки, где дрони будет скидать доставку. Это из таких очень футуристических идей. А из реалистических, понятно, что пока дрони не летают, а ездят люди. Я думаю, что, может, в подъездах на первых поверхах появляются какие-то шафы, где можно приймать доставку в любой час. То есть, приехал курьер, скинув всю историю и поехал дальше. Ну, и что касается, например, житла или громадских строительств, как маленького юнита, базового, из которого складывается место, я думаю, что планирования будут прагнуты до разделения функциональных процессов из сепарации. В последние годы, в 15-20, мы переживали, навпаки, объединение всего в лофтовую типологию, так как open space, открытие просторе. Сейчас, напевно, будут все процессы разделиваться. Можливо, появится в житловых будинках, така старая, забута типология, как кабинет окремый, так. Можливо, наприклад, в будинках бизнес-классу появляются, мутуют балкони, нарешті, в террасы. Мы не будем будивать балкони довжиной 1 метр, а начнемо делать террасы 1,50 метра 1,50 метра, которые будут покликаны имитировать публичные просторы, так, с великими панорамными векнами, которые на час изоляции будут обеспечивать визуальный связок человека с внешним простором. Я думаю, что системы энергопостачения города, водопостачения города, так само, напевно, мали бы трансформироваться и статем меньше централизированными. Например, я не знаю, на пласких будивлях могут появляться солнечные станции, может, например, в приватных будинках, в будинках, в которых строят инвесторы, какие-то резервуары для воды, то мы не знаем, просто, скажем, там эпидемия тривая 2 месяца у нас, что будет вообще с системами места, если она будет триваться, например, если речь придется сидеть дома. Можливо, навіть будет свердловина артезианской робота в каждом подверье, я не знаю, это трошки футуристично звучит, но кто знает, что оно будет. Что касается энергозабезпечения, например, в квартирах, я думаю, сбільшиться простор для зберегания продуктов долготривалих, так, чи там химии якоюсь побутовую, напевно, ну, якщо, может, не окремие помещения, то, принаймні, какие-то зоны, где можно мать автономный запас, чтобы рече ходить до магазинов. Что из такого плана? Дякую, Володка. Я бы хотел, вот, Володка говорил о определенных вызовах, с которыми нам в ближайшее время придется сталкиваться все чаще и чаще, и, соответственно, наша нормативная база просто банально не будет успевать адаптироваться под эти вызовы. Я бы хотел спросить у Анны Эскерда. Анна, А как вы думаете, какими же будут эти вызовы, с которыми мы в ближайшее время столкнемся, и как мы их будем решать? Знаете, я, наверное, отвечу на этот вопрос достаточно в общем, но мне кажется, что главные вызовы это в том, что у нас будут все чаще и чаще происходить новые вызовы, с которыми мы будем намного быстрее к ним адаптироваться. Потому что у нас был такой тест-драйв, в течение марта-апреля, мая месяца. А дальше я уверена в том, что та тенденция, которая идет во всем мире, не только с коронавирусом связанная, но и вообще, чем быстрее мы будем адаптироваться, а мы будем быстрее адаптироваться к любым вещам, мы будем переключаться. вопрос в том, что мы обычно проектируем, строим объекты, сегодня строим, точнее, сегодня создаем идею, объект, который будет строиться через три года, а весь будет реализован через 10 лет. Мне кажется, что будут проекты жить и меняться в процессе того, как проект реализовывается, и даже на этапе проектирования. Возможно, те изменения, которым будут нас подталкивать события вокруг, они будут заставлять нас делать максимально актуальные решения, применять наиболее востребованные здесь, сейчас. Можем ли мы на данный момент кто-то с уверенностью сказать, что будет этой осенью? Мы можем пофантазировать на эту тему, можем почитать Bloomberg, Times, еще что-нибудь, какие прогнозы делают, но кто-то может подписаться, вряд ли. Потом мы можем сделать выводы, предположить, все то, что коллеги говорят, абсолютно верно, но чем быстрее мы будем в дальнейшем проектировщики, строители, архитекторы, все-все-все, урбанисты и так далее, адаптироваться и понимать, искать решения. Сегодня произошло, завтра решение. Сегодня вот в этом будет сила. Я думаю, что так. Спасибо большое. Хотел бы дальше развить эту тему с Андреем Войтко. Андрей, как вы думаете, как именно будет происходить вот эта адаптация? То есть, возможно, будет новая технология, новая типология зданий. как вы видите борьбу с этими челленджами? Андрей, мы вас не слышим. Данил, спасибо. Я в двух словах поддержу Анну и продолжу в принципе в таком же ключе, как сказала моя коллега, нет проявиться в родном отечестве. То есть, сейчас говорить о чем-либо забегая вперед, делать какие-то прогнозы, ну, достаточно сложно. Я со своей стороны вижу, что этот кризис, и я сейчас говорю не о пандемии в целом, да, мировой, а кризис, в котором будут находиться многие отрасли, многие страны, экономический кризис, в принципе, но так или иначе мы от него не уйдем и последствия сейчас мы будем получать еще какой-то период времени и я думаю, что не месяц, не полгода и возможно даже не год. Любой кризис это вызов, любой вызов это свершение, любое свершение это совершенствование тех или иных технологий, о которых я Данил сказал. Точно так же и в этой ситуации, в которой мы находимся, технологии по управлению тем же процессом проектирования, технологии по координации команд с точки зрения проектного бизнеса, строительного бизнеса, технологии донесения информации до подчиненных, управленческие компетенции, управленческие технологии и все остальные тоже сейчас очень сильно будут развиваться в компаниях, которые выживут в этой ситуации. Почему я говорю выживут? Потому что мои предпосылки, что не все его переживут, естественно, те компании, у которых были какие-то сложности до попадания в кризис, они, большая вероятность того, неважно в каком это секторе экономики, в каком секторе бизнеса они работают, большая вероятность того, что они его не переживут. Те организации, которые были готовы к этому, наша компания, в принципе, помнит кризис и 2008 года, 2013 года, то есть мы, как бы, я помню по себе, что в 2008 году, ну, скажем так, мы сориентировались не так быстро, как нужно было бы, ну, так назову это, и когда мы сейчас уже понимали всю ситуацию, в которой мы находимся, что она неизбежна, и что нужно принимать четкие, быстрые, конкретные управленческие решения, мы так и действовали в этот раз. Относительно изменений в нашей среде, да, они будут, повторюсь, в том же управлении людьми, в тех же технологиях на сегодняшний день, предположим, если раньше мы проектировали в отделах продаж, акцент был на оффлайн продажи, квартиры, недвижимость, ну, отделы продаж, как единица измерения, как пространство. На сегодняшний день очень активно запросы от застройщиков от наших клиентов связаны с VR-технологиями, с онлайн-технологиями, с раскрытием каких-то интересных моментов через сайт, донесением информации клиентам на расстоянии. Это, в свою очередь, качает IT-сектор, да, создание каких-то там анимаций, каких-то правильных подходов с точки зрения презентации объектов недвижимости. То есть, ну, изменения и в нормативной базе, как говорил Андрей Антоненко, и изменения в подходе к проектированию и в самом мышлении, безусловно, они будут, и они уже войдут в нашу жизнь достаточно основательно и на длительный период времени. Возможно, ну, на очень длительный. Но, повторюсь, и сам на ее согласен, как бы определить конкретно их на данный момент, ну, лично для меня не представляется, возможно. Меня сейчас больше бескакуют моменты, которые я вижу с точки зрения, ну, достаточно прагматичные вещи. Европейский Союз и министр финансов Европейского Союза 9 апреля объявил о поддержке внутреннего, да, внутреннего, внутреннего ситуации в Европейском Союзе и выделению, там, сколько я помню, 500 миллиардов евро на поддержание тех отраслей экономики, которые пострадали максимально на сегодняшний день. То есть, следовательно, Европейский Союз прокачивает свое внутреннее производство, свои внутренние ресурсы с точки зрения постройки тех или иных объектов, инфраструктуры. Вливаются колоссальные деньги. Существует вероятность того, что отток кадров, которые мы можем ощутить на себе и каждую из нас на сегодняшний день туда, скажем так, за границу нашей многострадальной родины, мы, когда увидим это и ощутим, мы поймем, что это может привести к таким достаточно негативным последствиям для нас всех, для собственников компании, собственников бизнеса. Ну, то есть, по-простому, кадры поедут туда, где есть возможность получать нормальную оплату своего труда достойную. Сейчас у меня такие размышления, а что у нас внутри страны, мы все участники рынка, и государства, и бизнесмены, и мы, проектировщики, что мы противоставим на сегодняшний день этим всем вызовам, пока я не до конца понимаю. Ну, в целом, я считаю, что любой кризис это возможность совершенствоваться, возможность развиваться, возможность сделать выводы и становиться сильнее, как бы это нетривиально звучало. В данной ситуации точно так же отношусь и к этому кризису, чтобы стать сильнее, зафиксироваться, стать более управляемыми, найти время на те вещи, на которые ты никогда не успевал, и тебе всегда было не до этого, во время не кризиса. Сейчас мы оттачиваем какие-то такие вещи, до которых никогда не доходили руки, вот пользуемся этой ситуацией. В двух словах так, Данил. Спасибо. Хочу передать эстафету теперь Андрею Антоненко, вот как раз что касается вызова с оттоком кадров и что можно этому противоставить. Андрей, как вы думаете, что же можно этому противоставить, как можно повлиять на ситуацию? Поэтому ничего не можно противоставить. Вот. Потому что те предложения, которые звучат из-за границы, я думаю, даже каждый собственник для себя думает, есть ли смысл здесь бизнесом заниматься или за границей. Здесь не относятся к конкретному просто персоналу. Просто персонал или люди в полном объеме не готовы к тому рынку. Это всего лишь единственный сдерживающий фактор. Язык, например, особенно если говорить про инженерную или архитектурную сферу, очень мало людей в общем объеме знают иностранный язык. Это первое ограничение, но в принципе это не мешает им всем работать удаленно или многим работать удаленно даже сейчас. В том числе и мы работаем. Если мы говорим про конкретный персонал, единственное, что их держится привычка жить здесь и окружение ментальное, которое сложилось и связи если мы говорим про общую массу, это связи с родителями, близкими, школы, садики и так дальше, потому что каждый понимает, что переезд это очень сложно, нужен большой порог входа туда для организации новой жизни. И для молодежи это не страшно, для людей, которым уже за 30 лет, за 35 лет, которые обросли уже семьей, это тяжелее. Но противоставить наша страна ничего не может этому сделать. Это просто естественная такая система, которая в принципе точно так же передвигаются поляки в Европу, в Германию или еще куда-то. Англичане также двигаются по миру. Просто идет такая турбулентность и она будет точно так же, как мы каждый в своей компании пытаются создать ту атмосферу и борются за клиентов, не за клиентов, за сотрудников и стараемся их удержать. То есть в принципе такое же мышление должно быть и у государства. Оно должно относиться к нам как к тем людям, которых оно должно удержать. Но мы видим сейчас совершенно обратную вещь, включая законодательство, которое изменяется по бизнесу, никаких улучшений. В принципе и ожидать не стоит, в том числе и по людям. Поэтому не знаю, как это, энтузиазм и все. наверное единственное, что мы можем противостоять этому всему делу. Другого нет. Но это не пессимистично на самом деле, потому что все равно люди выбирают для себя, где им развиваться и как-то вырисовывают свое будущее, а оно уже может быть связано или с заграницей, или с Украиной. Ну, вот так. Мы ничего с этим не сделали. Спасибо большое. Хочу задать вопрос Андрею Ваврышу. Согласны ли вы с поинтами Андрея Антоненко и изначальным утверждением о том, что практически ничего там и нельзя противопоставить данной ситуации? Почему мы должны противопоставлять? У вас ощущение, что мы обязательно должны противопоставить? Как пример, я могу сейчас попробовать расшарить. А, мне нельзя расшарить экран. Вы можете мне открыть доступ, потому что я расшарю как организатор конференции? Я просто кое-что хочу Да, попробуем. А вы попробуйте нажать на поделиться экраном и пишешь, что у меня это администратор должен разрешить. Да, администратор. Там есть такой администратор, да. Недостаток зума. Вот теперь попробуйте. да, вот такая возможность есть. Ну вот, в принципе, смотрите, вот 18 месяцев последних, обратите внимание, когда-то было у нас совокупно, по совокупному количеству проектов, когда-то было максимум, ну, общее количество строек по городу 277, да, и вот мы видим за 18 месяцев произошло снижение количества проектов, действующих проектов в городе до 229. Да, вот посмотрим, как это повлияло на то, что у нас есть. Ну, прежде всего, просто даже графически можно отобразить, что, увидеть, что, в принципе, доля комфорта либо такая же, либо растет, да, вот это серый цвет. То есть, если ранее было 124 проектов, то сейчас это там 117, то есть, ну, где-то сопоставим, может быть, чуть-чуть меньше, чем было. Знаете, что произошло с экономой? Было 50 проектов эконом, а сейчас осталось 23. Видите, это, по-хорошему, двукратное снижение, да? Все это, в принципе, свидетельствует, что, независимо от провокаций, которая, которая устроила нам кризис, мы, в принципе, имеем ситуацию, когда структура спроса уже принципиально поменялась. И мне приятно, например, осознавать, что компания Saga Development к этому точно приложила руку. И мне приятно, что Анна к этому точно приложила руку, и Андреевика к этому точно приложила руку. Много людей к этому приложила руку, чтобы в небытие ушло нечто, что мы так чудно спрятали под определением экономии. И чем дальше, тем больше эта история уходит в небытие, чем дальше, тем больше уходим в глубину, в детали, в качество, в качество не только эстетическое, не только на рендеренных цертинках, а в качество пользовательское. И это, мне кажется, это просто прекрасный тренд, который на сегодняшний день позволяет быть уверенным в том, что мы развиваемся на правильном пути. И я думаю, что коронавирус заставил еще быстрее об этом задумываться. И динамика уменьшения похожих проектов, она только наберет оборот. А то, что в принципе подобная ситуация заставила каждую компанию заняться самим собой, мы тоже самое делаем, как и все остальные, диджитализация, реинженер бизнес-процессов, оптимизации, алгоритмизация всей деятельности, диджитализация, урбанизация, это как, не правильно, урбанизация, а урбанизация деятельности. То есть я думаю, что это сейчас то, в чем живут практически все. Кто-то начал из-за кризиса, кто-то это делал, в принципе, долгое время. Мы этим два года занимаемся, и, честно говоря, кризис очень сильно помог, потому что это тоже такой внутренний порог, когда ты своим сотрудникам пытаешься объяснить, почему это нужно делать, а в какой-то момент кризис заставляет понять, что если не будешь делать, то тогда машина уедет дальше без тебя. В принципе, это все прекрасно, это как Феникс восстает из пепла, мы имеем возможность сейчас восстановить некое градостроительство нового уровня, в котором мы будем более требовательны. относиться в отношении с городом, с жителями, друг с другом, выставлять требования более высокого уровня. Мне кажется, это прекрасный шанс для того, чтобы начать новую страничку. И, может быть, когда-то моя мечта, что город Киев станет эталоном или образцом очень быстрого преобразования градостроительных качеств города. В Барселоне, кстати, 30 лет надо было, но тогда интернет еще только не было. Может, мы за 10 справимся, не знаю. Давайте поучаствуем. Хорошая жизнь. Давайте. Спасибо большое, Андрей. Друзья, у нас есть вопрос с ФБ от зрителей. Сейчас я его озвучу. Есть много думок о изменениях, но есть думка, что пандемические тренды не есть постоянными, а есть временными. Что ничего из тех вопросов, которые сейчас считались, как изменения на всегда, не проживется, потому что люди остаются уже с нами. Все же таки, пандемия оголила тренды, которые вымолировались до него. Что остается с тимчасового и действительно вкорениться? Чи будут, например, в интерьерах квартир вимагать окремые просторы для студийного выхода в онлайн из дома, дистанционное рабочее место дома, просторы в квартирах за допомогою меблев, трансформеров, которые могут использоваться для разных целей, учения, выкладывания, проведения конференций то что? Я предлагаю ответить на этот вопрос Ольге Тадай-Романчиковой. Ольга, пожалуйста. На самом деле очень хороший вопрос, мы с ним столкнулись, разговаривая с нашими заказчиками, никто не знает это тренд, это случайность такая, но смотрите, что задевает пандемия и кризис, он задевает наши базовые потребности в безопасности, в безопасности физической, в безопасности ментальной, и даже будучи запертыми на два месяца в квартире всеми членами семьи, то есть возникает необходимость где-то отойти и побыть одному, чтобы не сойти в сфа, но если я живу на пространстве 50-70 квадратных метров, согласитесь, это достаточно сложно, и мы разговариваем с бизнесменами, есть у нас заказчики, у кого большие дома, квартиры, и звучит такое, да, у меня есть кабинет, но мне не хватает комнаты условно для медитации, понимаете, мы цепляем свой страх рептилоидный мозг, мы хотим быть в безопасности физически и ментально, поэтому независимо от того, будет еще какой-то запрут нас или нет в домах, мы будем стремиться к тому, чтобы наше помещение, в котором мы живем, оно было так же мультифункционально, как и пространство за пределами нашего двора, потому что базово мы не знаем, что с нами произойдет дальше, а поскольку мы живем в Украине, они же вообще в перманентном кризисе, мне кажется, у нас еще в подкорке вот эта безопасность, которая, потребность безопасности, которая досталась нам от наших бабушек-падедушек, бабушек-падедушек, поэтому вероятнее всего требование к мебели трансформерам, к помещениям трансформерам, оно сохранится, нам так кажется, но на самом деле что будет, это же мы только можем прикладывать. Ольга, спасибо большое, друзья, к сожалению, время нашего стрима подходит к концу, я хочу напомнить, что это была архитектурная сдыбанка от Ukrainian Real Estate Club, меня зовут Даниил Апанасенко, сегодня я имел честь модерировать это мероприятие, я являюсь главным редактором журнала «Украинский урбанистик-1», хочу поблагодарить Ukrainian Real Estate Club и Ольгу Соловей, в частности, за чудесную возможность пообщаться с вами. Итак, еще раз хочу повторно представить наших спикеров, это были Влад Казотов, городской планировщик, бюро инициативной архитектуры GA, Влад Казотов, спасибо вам большое, это была Анна Искерда, соосновательница проектно-архитектурной компании AIM. Анна, спасибо большое вам. Это был Андрей Антоненко, CEO UVT Group. Андрей, спасибо большое. Взаимно спасибо вам. Андрей Войтко, основатель AVG Group. Андрей, спасибо. Всем спасибо. Ольга Тадай Романчикова, основательница Huawei Pro. Ольга, спасибо большое. И Андрей Вавреш, CEO Saga Development. Андрей, спасибо большое вам. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое спикерам и Данил, спасибо вам за такое экспертное модерирование нашего мероприятия. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.